Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Судьба мне подарила знакомство с прекрасной певицей. Это была Диана Савронская. Родившись и выровшись в Узбекистане, она училась в Москве. С начала войны она бежала, то есть она политический эмигрант. Она сейчас решила жить в Калифорнии. У нее будет сольный концерт 22 апреля в Ной Вале Миннестре в Сан-Франциско. В сопровождении скрипки фортепиано. В программе концертов прозвучат оперные арии и романсы на итальянском, французском, английском и русских языках. Музыканты, которых вы услышите на концерте, играют на самых известных концертах и сценах всего мира, в том числе в Сан-Франциско с симвони. Диана споет часть программы, которая исполнялась в Корнеги Холл в Нью-Йорке. И это шедевры восхитительной классической музыки. Все это 22 апреля в 7 часов вечера. Ссылка на ее программу перед вами, а также описание, где купить билет в описании на этот ролик. Билеты очень affordable. Я обращаюсь к тем, кто живет здесь, в Сан-Франциско-Бейере. Я знаю, что много подписчиков отсюда. Это прекрасный вечер. Через две недели я планирую там быть. Думаю, там будет много-много друзей Дианы Савронской. Приводите своих друзей. Всем спасибо. До встречи. А теперь мы перейдем к более грустной теме. Я надеюсь, что красота спасет мир. Сегодняшний семинар на очень интересную тему. Тема, в которой существует, сколько-сколько существует мир, преступления и наказания. Америка во многом уникальна, в худшем смысле этого слова, в этом направлении. В Америке в каждый конкретный день больше 2 миллионов, на сегодняшний день 2.2 миллиона заключенных. И учитывая людей, находящихся под следствием, досрочно освобожденных, освобожденных под подписку и так далее, это люди, которые так или иначе причастны к этой системе, около 10 миллионов человек. 2 миллиона заключенных, то есть людей, сидящих за решеткой, это и в перкапита, то есть на душу населения, и в абсолютном смысле одно из самых, если не самое большое количество заключенных. Ну, в абсолютном смысле вообще самое большое. А на душу населения, ну, больше, чем заключенных в России, больше, чем заключенных на душу населения в Украине, в Китае, во всех вот этих тоталитарных странах мы критикуем. И вот как так получилось, и что с этим делать, и какие мы можем сделать выводы, об этом мы сегодня и поговорим. Рассматривая этот вопрос, естественно, начнем с преступления, прежде чем мы перейдем к наказанию. Статистика достаточно обширна, легко доступна, но я решил сконцентрироваться на одной ее части, и это преднамеренные убийства. Статистика преступлений делится на ряд категорий, например, есть такая классификация «насильственные преступления» или «ненасильственные преступления». Ну, насильство, очевидно, это изнасилование, грабежи, разбой, ну, то есть, когда принимаются силы. Ненасильственные, то есть, так называемые, имущественные преступления. Вам ограбили квартиру, у вас вытащили кошелек из кармана, у вас разбили машину, вытащили вещи, это ненасильственные преступления. Все это рапортируется в разных странах по-разному. Существуют разные политические давления и силы, когда в ту или иную сторону это занижается или завышается. Поэтому мировая статистика преступлений, по крайней мере, мной считается недостоверной, сравнивать ее нельзя. А вот убийство скрыть тяжело. То есть человек либо живой, либо мертвый. Тут как бы трудно в ту или в другую сторону отыграть. Многие, допустим, изнасилования в ряде стран, особенно в мусульманских, не рапортуются. То есть изнасилования в мусульманских странах не существует, потому что женщины, которые изнасиловали, там считается сама виноватой. Поэтому вот эту статистику мы оставляем, именно чтобы сосредоточиться, ну я не утверждаю, что это самое главное, самое важное, но наиболее чистых и понятных данных это убийство, количество убийств. Итак, количество убийств меряется убийством за год на 100 тысяч населения. Такой рейд, то есть такой индекс. По этому индексу Америка далеко не хуже всех. Америка еще недавно, до 2020 года, была 4 убитых на 100 тысяч населения, а сейчас с 2020 года эта цифра прыгнула до 6, там 6.1 убитых на душу населения. Для европейских стран эта цифра феноменально высокая. Для сравнения, там Германия, всякие Нидерланды, Испания, Франция, у них эта цифра колеблется в районе 1, 1.2. Для азиатских стран, ну например, такие как Япония, Гонконг, Южная Корея, эта цифра колеблется в районе 0.3. Ну то есть вообще. Поэтому, безусловно, американский уровень убийств, он не на уровне Канады, в которой там, по-моему, сейчас не помню, не буду врать, вот, не на уровне Европы, это на уровне России и Украины. В Украине этот рейд 6.2 по последнему году убитых на 100 тысяч, в России 7.5, 7.5. И тут мы приходим к первому интересному вопросу, это социальное наследие социалистического прошлого. Ну то есть в России 7.3 убитых на душу населения или Украина 6.2, чуть меньше. Это намного больше, чем эстонский или казахский 3.2, ну то есть ровно в два раза больше в Украине, чем в Эстонии или в Казахстане убивают. И в три раза больше, чем молдавский 2.3. То есть мы все вышли из одной песочницы, мы все вышли из Советского Союза. Но, как вы видите, уровень убийств на душу населения очень разный. И с моей точки зрения, насильственные преступления в современном мире, подчеркиваю, не в средневековом, не в 18 веке, а в современном мире, это нисколько социальный феномен, то есть люди убивают, чтобы заработать себе на пропитание. Нет, так вопрос не стоит. Это культурный феномен. Люди убивают, потому что они так выросли. Убивает, естественно, молодежь, людей, которые, ну то есть большинство убийств, там 90 убийств сделано людьми в возрасте до... 25 лет. И это культурный феномен. И именно разница в культурах между Казахстаном, Молдавией и Украиной, и Россией, объясняет столь существенно разный, столь существенно разный уровень убийств. С разрешения своего очень близкого друга я расскажу его историю, которая мне кажется актуальна в данной ситуации. У меня есть очень близкий друг, много лет дружим. Я не хочу называть его настоящего имени, назовем его Джордж. Джордж имеет кандидатскую в космической инженерии. У него средних размеров человек на 50 своя инженерная компания. То есть он бизнесмен, инженер, продает, значит, технические исследования, технические решения задач. Очень успешно продает многие годы. Человек не супербогатый, но далеко и не бедный. Живет в Сан-Франциско, хотя родом с Среднего Запада. Я знаком с его семьей, прекрасно с его родителями, дети вырасти вместе, близкий друг. Вот первая интересная вещь, которую я хочу привести ваше внимание. Мой друг Джордж, он, не знаю как давно, но точно больше 15 лет, сколько я его помню, занимается тем, что в черном гетто в Сан-Франциско тренирует детей американскому футболу. У Джорджа двое своих прекрасных детей, кстати, ровесники моих. То есть он детный отец, прекрасный супруг, прекрасная жена. Но тем не менее, свое свободное от основной работы время, 2-3 раза в неделю, плюс выходные, он приезжает в черное гетто и тренирует американских черных детей совершенно бесплатно футболу. Так он платит обществу, ну помимо других прочих вещей. То есть это не единственное какое благое деяние он делает, это в том числе. Так устроена Америка. И он не рассказывает, как это происходит, это он очень-очень увлечен этим. Ну то есть дети же выезжают на соревнования, встречаются с другими районами, другими школами, выходят в финал. То есть он этим всем живет. Ушло 5 лет, чтобы его приняли за своего. Черные расисты. То есть самый лучший комплимент, который ему сказали дети, ты хоть и белый, но свой чувак. На это ушло 5 лет. Ему просто не доверяли, потому что он белый. И вот работая в черном гетто, среди детей, у него возникла интересная ситуация, когда двое из его детей, на ту пору им было 11 и 13, два брата. У них матери забрали право на материнство. И этих детей отдают foster care. Сейчас расскажу, что это такое. То есть в Америке практически не существует сиротских домов. То есть они есть, но их очень мало. Они служат скорее задачу перевального пункта. Сирот в Америке отдают, но это не усыновление, а foster care. То есть люди получают право по уходу за сиротами. А в данном случае это двое ребят, у которых никогда не было отца. Ну в смысле он биологически был, но в жизни его не было. И у матери забрали родительские права, считаются сиротами. И foster care это значит человек, который проверяется, убеждается, что у него хорошая биография, у него есть материальный достаток, условия. Берет к себе домой, причем многие из них имеют своих детей, этих детей на досмотр. За это им государство платит. Но не так много. По сути компенсируя за их еду и постой, но это не заработок. Это другое проявление американской культуры. Вместо того, чтобы их всех свалить в сиротские дома, или сиротские приюты, или там детские интернаты, не знаю, что это называется, их раздают по семьям. Безусловно, не все идеально, не все хорошо, существуют разные истории, но в общем и целом этот метод работает. И вот этих двух детей решили разъединить. Но никто не хочет брать двоих одновременно. Вдруг ни с того ни с сего выступил этим самым foster parent. То есть вот взял этих двух малышей к себе. При том, что у него двое своих чуть старше. Ну, то есть теперь у него еще плюс двое детей. Соответственно, возраст 11-13. И тогда ему своим было, значит, 15-17 своим детям. Дети были практически безграмотные. Один вообще не мог писать и читать, и считать. Второй мог это делать по слогам. Это дети в 11-13 лет. Дети были психологически травмированы. Они боялись темноты. Они боялись людей. То есть были серьезные психологические травмы, которые пришлось лечить психологами. Ну, в общем, как-то лечить. Дети выросли в семье матери наркоманки, у которой забрали эти самые права. Там еще было, по-моему, трое или четверо старших братьев и сестер. Все из которых разошлись по тюрьмам. Вот такая вот семья. Причем, почему это описываю, семья типичная. У моего друга ушло больше года, чтобы научить их писать, читать и как-то подчинить их психику. И ушел еще год, и мой друг путем, ну, не знаю, он посидел за этот год, в прямом смысле, не в переносном, вывел их на уровень своего возраста по академическому развитию. То есть они стали писать, читать, считать и понимать материал на уровне детей, вот их возраста. При этом ему пришлось отдать их в частную школу. Почему он отдал их в частную школу? Значит, он рассказал прелестную историю, когда один из его детей делал алгебру, и там была задача по раскрытию скобок, и он неправильно их раскрыл. Но в домашнем задании, где он неправильно раскрыл скобки, стояла пятерка. Он очень удивился, пришел к учительнице, сказал, девушка, я все понимаю, но вот у меня кандидатская в космической инженерии, и я точно знаю, что это упражнение неправильно сделано. Почему вы ставите ему пятерку? На что милая девушка ему сказала, он единственный, который сдает домашнее задание. Но не могу же ему поставить двойку за это. После чего Джордж забрал детей из этой школы и отдал их в частную школу. Частная школа здесь стоит в Сан-Франциско 35 тысяч долларов в год. На каждого. Это его 70. И своих денег. Он попросил, чтобы школа оплатила часть или полностью, учитывая, что они черные и бедные. Объяснив ситуацию. Школа отказалась. Вот со всеми разлагольствованиями белых либералов о том, что они любят черных, школа отказалась, хотя все социалистические и коммунистические билеты. Что он может себе это позволить, никуда не денется и будет платить. И были правы. То есть мой друг платил за этих детей. Ну, не нужно говорить, что этих детей приняли достаточно плохо. То есть это элитная школа. Она не белая. Там много азиатов, там много черных. Ну, какое-то количество черных. Но это элита. Это дети из богатых семей. А приходят дети из... Двое детей из гетто. Пришел коронавирус. Школы закрыли. В это время детям уже было... Да, уже они были взрослые. Ну, так, тинейджер. То есть постпюборти. Значит, соответственно, 15 и 17 лет. Дети убежали из его дома. Эти двое. Дети вернулись в свое гетто. Оба сейчас арестованы после ряда преступлений. И они идут по конвейеру вот этой вот тюремной системы. Это был огромный удар для моего друга. То есть он до сих пор не понимает, что было не так. И что он не так сделал. То есть человек реально посидел. Он отдал им очень много. Интересные-интересные маленькие нюансы и особенности. Например, когда они пришли к нему в дом, он сказал, твоя задача делать уроки и содержать свою комнату в чистоте. У каждого из них было по комнате. Чистоте в свою комнату они не содержали. И когда мой друг потребовал, чтобы они это делали, ответ был очень интересный. Я не твой черный раб, убирай сам. Я не шучу, дословно. В голове этих детей, с коим я очень хорошо знаком, была очень очевидная, вбитая в них идея, что белые им должны. То есть белые виноваты. Белые привезли в Америку их предков. И белые им должны. Почему я вам рассказываю всю эту историю? Потому что американская преступность – это феномен, прежде всего, черных. И потом в меньшей степени феномен. Я вечно путаю, по-русски феномен или феномен. По-английски феномены. Окей, но это так или иначе, как бы то ни было, это феномен черных, а потом латиноамериканцев. И точно не феномен азиатов. Если мы посмотрим на уровень смертности, то есть убийств в Америке, вот тот самый рейд, который у нас был 4 и стал 6, то мы видим ужасающую картину. Среди белых уровень убийств пляшет в районе 4 человек на 1000, на 100 тысяч. При этом, хотя эту статистику не публикуют, из этого где-то треть – это черные на белых, то есть белые убиты черными. То есть преступление белых на белых, то есть убийство белых белыми, в пересчете на душу населения белых, где-то порядка 2.3-2.4. И это, в общем-то, чуть выше, чем среднеевропейский уровень. Это примерно то, что мы имеем в Канаде. Убийство черных черными еще в 90-х было 60 человек на душу населения. А сейчас падает, падает и скатилось до 30. Ну, то есть мы говорим о порядках разных. Так же, как и везде, у азиатов практически убийства не существует, там 0.3-0.4, то есть не о чем говорить. И латиноамериканцы обладают достаточно высоким уровнем убийств, но не столь высоким, как у черных. То есть высокий уровень преступности в Америке, хотим мы или это не хотим, это черный феномен. Это не означает, что черные не люди, что черные заведомо не так сделаны, что у них другие какие-то биологические, расовые. Нет. Ничего расового в этом нет. Это культурный феномен. Их так воспитали. То есть достанься моему другу эти дети от рождения, один из них очень смешленый, второй средней смешленности, они бы закончили престижный колледж, они бы сейчас уже учились бы в каком-то колледже, они бы были абсолютно нормальными людьми этого общества, несмотря на свой черный цвет. Просто им не повезло, что они попали в дом к моему другу не от рождения, а когда они уже сформировались, и сформировались они в черном гетто. Что же произошло с этими двумя ребятами? Когда они стали взрослыми, ну то есть когда было постпюборти, то есть произошло половое созревание, у них был зов, половой зов, то есть хотелось девочек. Хотелось девочек черных, потому что белых в той школе, где они были, там ничего бы у них не получилось, но не говорят на другом языке, то есть у них свой жаргон, своя речь, свой лексикон, то есть там культурно они просто не вписываются в белое общество. А для того, чтобы получить секс с черной девочкой из своего района, ты должен быть крутым чуваком. А для того, чтобы быть крутым чуваком, ты должен продавать наркотики, делать наркотики, носить золотую цепь, бить кому-то в морду и быть вот крутым чуваком. И чем круче ты чувак, чем тяжелее твоя золотая цепь и больше у тебя наколок, тем у тебя больше шансов получить самку. И вот именно из-за этого они ушли из дома, где у них все было, они бросили образование. При том, что вы должны понимать, в черном обществе это не приветствуется. Образование называется acting white, то есть вести себя по-белому. Вести себя... Это нельзя, это пятно позора. Чем безграмотнее, чем жесточе, чем страшнее ты есть, чем больше у тебя наколок страшных, чем больше ты человек убил, зарезал, тем круче ты чувак. Вот это те доблести, которые прославляются люди. И, соответственно, чем круче ты чувак, тем больше у тебя уважения, социального уважения и доступа к материнскому, значит, женскому телу в этом обществе. Вот так оно устроено. Учитывая, что до 70% людей в гетто вообще безграмотны, ну, то есть они не могут держать никакую работу, они не могут найти никакую работу, потому что любая работа начинается с того, что вам нужно прочитать и подписать какие-то документы. Они этого сделать не могут. А также, учитывая, что практически среди мальчиков 70% проходит хоть раз в жизни тюрьму, а дальше представьте себе, что какой-то человек вернулся из тюрьмы. Ну, как, наверное, в России, в Украине, так и в Америке. Начнем с того, что вам никто не сдаст квартиру. Ну, то есть, если у меня есть квартира и ко мне приходит человек, который хочет там жить, и он только что вернулся из тюрьмы, или у него есть за последние 5 лет тюремный рекорд, а это проверяется, я не хочу сдавать ему квартиру. При прочих равных условиях я хочу сдать квартиру человек, который не сидел в тюрьме. Не потому, что я расист, а потому, что я хочу, чтобы мне регулярно платили и не уничтожили мою собственность. То же самое происходит с работой. То есть, когда вас берут на работу, проверяют криминальный рекорд, и если у вас есть криминальный рекорд, то есть, я не хочу брать на работу преступника, если могу взять на работу непреступника. То есть попав 16, 17, 18 лет за наркотики, а в основном все эти статьи наркотики, разбой, бандитизм, изнасилование, это все вот это. Попав за наркотики в тюрьму, человек выходит с 23 в 25, после чего даже если он захочет встать на путь реформ, у него такого шанса нет. Кроме того, полностью разрушены семьи, то есть у него нет, ну братья-то у него есть и сестры биологические, но они сидят там же. То есть у него нет там дедушек, бабушек, матерей, родителей, extended family, которые их может куда-то принять, куда-то взять. То есть вернувшись из тюрьмы, ты либо будешь жить на улице, либо ты пойдешь к браткам, которые дадут тебе деньги на подъем и заставят продавать наркотики. И круг замкнулся. Тот мир, о котором рассказывали дети моего друга, в котором они выросли и жили, это очень страшный мир. Он мне, кстати, очень сильно напоминал мое детство и юность на Салтовке. Я вырос в Харькове, на Салтовке, в пролетарском районе. Очень-очень все это напоминало, хотя наши братки были белые. Но вот именно социально-культурная среда была очень сильно похожа. Только все на стероидах, все гораздо круче и сильнее, чем это было даже в моем не очень спокойном, таком пролетарском детстве. Что произошло с черными в Америке? Во-первых, надо сказать, что высокий уровень убийств и преступности среди черных – это относительно новый исторический феномен. Так было не всегда. То есть все разговоры о том, что черные звери и они живут в клетках, и так они должны жить, и так было не всегда. Еще в 20-х годах прошлого века, меньше чем 100 лет назад, уровень разводов, уровень преступности, уровень других социальных негативных явлений среди черных был меньше, чем среди белых. Черные были всегда традиционно законопослушны, прекрасные семьянины, то есть служители семьи, и религиозны, более религиозны, чем белые. Все это произошло меньше, чем за 100 лет, а в реальности меньше, чем за 70 лет. То есть это три поколения. Это очень свежие изменения. И первое главное изменение, которое провлияло на все это, это все те же реформы Рузвельта, великого Рузвельта, который создал социальные реформы, welfare, когда одинокая мать может получать пособие за своих детей, практически никогда не работая. Пособие нищенское, но на него можно выжить, биологически выжить. Соответственно, эта мать должна заниматься проституцией или ее дети должны заниматься, девочки, проституцией, а мальчики наркотиками, чтобы не просто выжить, но еще жить как-либо удачно или хорошо с их точки зрения. Вот их поставили в эти условия, и в этих условиях они вели себя так, как они вели себя. Как сказал Маргентал, экономический советник и трезерер при Рузвельте, если вы платите за бастардс, то есть без отцовских детей, если вы стимулируете экономически это социальное явление, вы получите много бастардс. Как в воду глядел. 85% черных детей рождаются в семье без отца. Уже одно это делает их очень disadvantage, то есть им не повезло. То есть просто в семье нет отца, неважно, черного, белого, какого угодно. Уже ребенку тяжелее в этой жизни. Это психологически тяжелее, у него психологическая травма, то есть он уже отстает. То есть первое, что произошло, вот это вот страшные вещи, это реформы Рузвельта. Его большой поклонник и последователь Рузвельта, LBJ, так называемый, тот, который стал президентом после того, как убили Кеннеди, Линдон Джонсон, как только стал президентом, президентом он стал, как мы помним, в 1963 году, а в январе 1964 года, свой первый обращение к нации, он объявил борьбу с павроти, с павроти, это нищета, борьба нищетой. То есть он расширил все, 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 абсолютно все те реформы, которые сделал его кумир. И вот тут пошла писать губерния. На пике 1964 годов, вот в те годы, уровень убийств среди черных на душу населения достигало до 70-80 человек на 100 тысяч. Таких цифр не существует в мире. Сейчас я проверил, в Мексике 50, самый крупный уровень убийств в мире, в Мексике 50, но там идет война, там отдельная история. После этого, после этого убили американское образование. Как раз у моего друга мать работала в Окленде, это здесь же в Сан-Франциско, соседний город, учительницей. То есть никто не хотел идти к этим детям преподавать, убили криклум, то есть программу школьную очень сильно упростили. Практически все свели на нет, и в эти же годы практически перестали учить этих детей. И в 70-х уже не демократы, а республиканцы объявили войну с наркотиками. То есть криминализировали все, продажу наркотиков, владение наркотиком, перевоз наркотиков, а так как это было то, чем зарабатывали черные дети в основном, ну как подростки. Себе на жизнь, то есть девочка проституция, мальчики продавали наркотики. И то, и другое криминализированы. Соответственно, мальчик, ну то есть это чудо, если мальчик выращил гетто, не пойдет в тюрьму до 18 лет. Это, скажем, исключение, причем очень сильное исключение из правил. Черные откатились к тому, откуда они приехали, к tribalism, к tribes. То есть что такое tribalism? Tribe – это по-английски племя, то есть это племенные инстинкты. В нас, в людях заложен, психологи это прекрасно знают, изучают, племенные инстинкты. Мы выживаем, потому что мы вырезаем вот этих, пока прежде чем они вырежут нас. На моей Салтовке пацаны бились до крови, были иногда, но редко случаи, убийств, но головы разбивали, зубы летели. 625-й микрорайон на 624-й. То есть абсолютно белые, никак не отличающие ничем друг от друга, никакой расовой культуры, разницы ни в чем нету. Просто мы здесь, пацаны 625-го, и мы ненавидим вот тех 624-го. А они, соответственно, у нас. Это классическое проявление этого самого tribalism. А если сюда добавить деньги, наркотики и расовые распри, причем это не черные с черными, это черные с мексиканцами, причем мексиканцы с порториканцами, порториканцы с альсурадорцами, то есть там еще вот такие вещи происходят, то возникли то, что здесь называется «гэнгс». Гэнгс – это преступно-бандитские формирования, из детей в основном, подростков. Возникли они в начале 70-х, дворовые такие группировки, как правило возглавляемые 25-летним, 27-летним, который уже пару раз ходил отсидел. Тут же переросли они из дворовых в районы, из районных областные, и сейчас они носят национальный характер. То есть есть гэнгс, которые покрывают всю нацию. Они обладают миллионами долларов доходов. Это сильнейшая структурная группировка, победить которой уже невозможно. И у них нет недостатков в солдатах, быках, бригадирах. То есть этот фарш обратно не прокрутишь. И где-то в конце 70-х, в начале 80-х поменялся американский подход к борьбе с преступностью. В американском языке существует много слов, относящихся к тюрьме. Jail, prison, что не одно и то же. А официальное название penitentiary. Или на жаргоне pen. Слово penitentiary происходит от библейского слова penance. Это то, что делают раскаившиеся христиане. Они кладут penance. То есть это покаяние или раскаяние. То есть идея до 70-х годов, которая возникла в начале 1900-х, что людей нужно реформировать в тюрьме. То есть они идут в тюрьму не отбывать наказание, а просто реформировать. То есть они оттуда выйдут новыми людьми. Они принесут покаяние и будут реформированы. Я не специалист по Советскому Союзу, но там, по-моему, было что-то очень похожее тоже. Поэтому тюрьма называется penitentiary. Там, где ты несешь это покаяние. И по происхождению покаяния ты, значит, выходишь. Соответственно, американские сроки очень забавные. Срока огромные, в этапы длинные. Но всегда дают возможность уйти. То есть, когда объявляют срок, то может быть такая ситуация. Срок 20 лет с паровым помилованием после первых трех лет. И дальше существуют комитеты, которые рассматривают после первых трех лет, или сколько сказал судья, можно ли вас помиловать. То есть, если ты реформировался и покаялся, тебя отпустят. Ну, соответственно, ты остаешься, значит, там тебя проверяют по подписке и так далее. Досрочное условное освобождение. А если ты не реформировался, тебя будут держать дальше. Вот такая вот система была, да и она, в общем-то, такой осталась. И вот в конце 70-х, начале 80-х народу это все надоело. Поменялась культура или отношение к заключенным. И на ту пору общественный консенсус был такой, что зверей надо держать в зоопарке. И если ты убийца-преступник, мы не верим ни в какое реформирование и будем тебя держать хоть до конца твоих дней. Дешевле тебя держать за решеткой, чем ты выйдешь из тюрьмы и будешь продолжать убивать, насиловать, продавать наркотики и так далее. И возникла следующая война. То есть у нас уже был War on Poverty, который мы проиграли, то есть война с нищетой. Потом у нас был War on Drugs, то есть война с наркотиками, который мы с треском проиграли. А в 80-х возникла еще War on Crime, война с преступлениями, которые мы проигрываем сейчас. Безусловно, это сработало. То есть когда к людям относятся как к животным, их просто закрывают в клетке, закрывают на замок и выкидывают ключи, то это работает. Но это приходит с последствиями. Первое последствие у нас 2 миллиона заключенных. Вот, то есть это не дешевый бизнес содержать заключенных. И бизнес, который вот еще новый фактор, который во многих штатах и во многих каунти отдали частным лицам. То есть у нас существуют частные, негосударственные тюрьмы. Их большинство, то есть их чуть больше половины. И они берут вот эти деньги за свой сервис. То есть они оказывают обществу сервис, берут эти деньги. Как только они оказывают обществу сервису, берут деньги, у них возникает капитал. И они используют этот капитал, эти деньги для лоббирования. И вот политики, лоббированные, то что называется тюремно-индустриальный комплекс, а там миллиарды, выходят на сцену и говорят людям, нужно быть tough on crimes. То есть нужно быть жестким по отношению к преступникам. И круг замкнулся. И круг замкнулся. И теперь мы имеем новую волну. В основном раскручиваемую демократами, говорящую о том, что надо делать реформы. Что нельзя людей держать за решетками и нужно их миловать. Чем и занимается большинство прокуроров во всех демократически активных Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл, Лос-Анджелес городах. То есть, если ты совершил ограбление, но украл в магазине, просто вошел в магазин и взял что-то. Если сумма похищенного меньше, чем 1000 долларов, то это не считается преступлением в Сан-Франциско. Это считается правонарушением. Ну, это из той области, как вы проехали на красный свет. То есть, это не преступление, это правонарушение. Прикола ради, один кореец в Сан-Франциско, который постоянно был подтверден грабежу, поставил стикеры на свои товары, там зубная щетка, там, не знаю, бутылка вина, 1000 долларов, но по сейлу сейчас 2.22. Так как закон говорит о номинальной цене, а не цене по сейлу, значит, он сказал, все мои товары 1000 долларов. Но это не помогло, это не помогло. То есть, сейчас процветают эти грабежи в магазинах, именно в Сан-Франциско, это болезнь Сан-Франциско. И, соответственно, магазины, как крупнейшие чензи, то есть, крупнейшие американские, значит, цепи магазинов, так и частные маленькие магазинчики закрываются. То есть, Walmart закрылся во всех черных районах Сан-Франциско. Соответственно, демократы обвиняют этих людей в расизме. Они закрываются, потому что они расисты, не потому что у них постоянно на ежедневной почве бомбят витрины, там их можно не ставить. Если вы сегодня поставите стрину, завтра мы их ее разобьют. А потому что они расисты. Но в результате получается лишь то, что черные не могут купить себе презервативы, зубные пасты, все, что продается в этих магазинах, потому что их там нет. Вот это вот движение Black Lives Matter, то есть, черная жизнь не имеет значение, убило больше черных жизней, чем что бы то ни было. О чем это я говорю? Пока шло это движение, произошел скачок из четырех, убийств на душу населения до шести с половиной, в тридцать пять процентов. Скачок в один год, беспрецедентный, никогда не существующий. Это культурный феномен, который там скачки в проценты, в два раза процента больше или меньше в этом году, в три. А тут тридцать пять процентов скачок в один год, и рост продолжается. Что произошло? А произошло то, что полицейские не хотят связываться. То есть, они делают вид, что они охраняют черные кварталы, потому что их же потом засудят. То, что мне рассказывает мой другой друг полицейский, после того, как было несколько показательных судов над полицейскими, за то, что они застрелили черных, а потом их судят, происходит следующее. Идет звонок 911 диспетчеру, грабеж, изнасилование или убийство. В черном районе. Это черные убивают черных. Что делают полицейские? Белые или черные, не важно. Там и белые, и черные. Они садятся в машину, приезжают по адресу, и ездят вокруг квартала с мигалкой. Минуток десять. Потом заходят, находят либо убитое тело, либо изнасилованную женщину, либо ограбленную семью, и весь вечер составляют протокол. Они не хотят подставляться под пули, потому что если ты убьешь, тебя засудят, а если тебя убьют, у твоего ребенка не будет отца. Совершенно логичное, понятное поведение. И как только черные преступники поняли, что это безнаказанно, ну, простите, на халяву и уксус сладкий. По сравнению с 2017 годом, на душу населения, да и в абсолютном смысле, Black Lives Matter, вот это движение, увеличило количество умерших черных, убитых черных, убитых черными, на 5000 человек в год. С рассуждениями о том, что цена белых и черных жизней чего-то стоит, вот эти вот страшные люди, которые никто вам из демократов не расскажет об этой статистике, хотя она абсолютно публично публикуется, ее найти, это два клика на интернете. Погибает плюс 5000 в год, это к тем уже предыдущим, это плюс, это дельта. Каждый год, начиная с 2020 года. 2020, 2021, 2022 прошел, прошел. То есть идет сейчас борьба за то, чтобы отпустить черных из тюрем и меньше их содержать. Все прокуроры Америки в развитых вот этих вот демократических штатах дают меньшее срока. Идет дикая волна преступности, которая в большем своей степени сказывается на черных. И практически никто в Америке не знает, что с этим делать дальше. Надеюсь, я рассказал, что здесь происходит с преступностью и что здесь происходит с инкарсерейшн, то есть с системой тюрем и судов. Соответственно, возникают вопросы, возникают вопросы. Вопрос первый, который я хотел с вами рассудить. Почему в Украине и России столь высокий для европейской страны уровень убийств? То есть Германия 0,8, Франция 0,9. Я даже не спрашиваю, почему у вас как не в Гонконге, но 7,5 в России и 6,2 в Украине – это высоко. Это выше, чем у нас, с нашими черными. У нас до того, как началась свистопляска, было 4. Первый вопрос. Второй вопрос, который я бы хотел обсудить. Какой подход вы считаете более правильным? Подход, где людей реформируют и выпускают, или подход, когда закрывают ключи и выбрасывают? И вопрос третий. А что можно сделать? Ну, то есть, какие выходы? То есть, про Америку говорить не будем, вернемся к Украине. Что можно сделать в Украине, чтобы уменьшить уровень преступности? Те, кто смотрит, напишите ваше понимание этих вопросов. Те, кто пришли на семинар, мы сейчас это будем обсуждать. Те, кто хочет прийти на семинар в следующий раз, ссылочка на семинар в описании этого видео.